Во всем мире 800 миллионов человек недоедают. В то же время вдвое больше полтора миллиарда страдают от переедания. И на нашей планете гораздо больше шансов погибнуть от переедания, чем от недостатка еды. Поэтому сегодня актуальный разговор. Мы говорим с врачом-диетологом Еленой Соломасиной. Добрый день, Елена. Добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, вот вы как практик, вы знаете, что приходят пациенты, вы их видите. Как изменился состав пациентов за эти годы? Вы знаете, все чаще приходят уже молодые пациенты. Иногда приводят детей. Хотя, в общем-то, мы как бы специализируемся именно на взрослых. Но тем не менее, если раньше даже больше волновал какой-то косметический негативный эффект от лишнего веса, то сейчас приходят люди, которые буквально многие из них речат спасите, здоровье подводят. А так как, в общем, сейчас появилось очень много интересных вещей в этой жизни, и как-то хочется все успеть, но, к сожалению, иногда действительно в силу того, что лишний вес он просто отягощает, он мешает, он действительно цепляет за собой ряд каких-то хронических заболеваний, и человек, он не имеет возможности насладиться тем, что сейчас предоставляет ему жизнь. Пациенты становятся моложе. Их становится больше, по ощущениям? Да, их становится больше. Ну, конечно, и диетологов не меньше становится, поскольку сейчас тема эта стала весьма-весьма актуальная. Потому что раньше диетология была связана исключительно с какими-то заболеваниями, то есть в санаториях, то есть был стол такой-то, такой-то. Ну, и, в общем, такой проблемы, вот лишнего веса, как сейчас, она так остро не стояла. Вынуждена спрывать, но если становится больше диетологов, по идее, должно было стать меньше пациентов, но этого не происходит. Вот, к сожалению, да. Мало того, что чем больше мы открываем что-то нового в диетологии, чем больше появляется еще вообще каких-то всевозможных, я уж не говорю там о панацеи, но вы сами знаете, то есть откроете интернет там или какой-нибудь там книжный развал, да боже мой. Ну, казалось бы, уже все должны быть ходить здоровыми, стройными, красивыми, и вообще эта профессия должна была уйти в небытие. Но вот не получается. Чем больше мы открываем, чем больше узнаем, но от этого не становится страждущих меньше. Потому что люди не могут отказаться от еды, в чем вы делаете? Вы знаете, да. Это, в общем-то, своего рода зависимость. Ну, и структура еды, она совершенно стала другой. Образ жизни стал другим. То есть человек не может отказаться даже от того образа жизни, к которому он сейчас привык. Если раньше любое действие, то есть, будь то получение знаний, то есть нужно было добежать хотя бы до читального зала, может быть, не до одного, потому что какая-то литература была не в одном, да, а телефонов мобильных не было, а звонить-то было достаточно сложно. Если нужно было с кем-то встретиться, знаете, как даже песенки там, пешком по шпалам, да, чтобы проводить девушку, это целый ритуал. Надо еще было достать цветы и так далее, и так далее. То есть встретиться с друзьями. Ну, в общем, даже достать еду. Чтобы достать еду, вот здесь у тебя булочная, потом через километр у тебя там еще там отстоять очередь, потом все это, извините, притащить на себе. Это же тоже, в общем-то, физические затраты притащить. И все это еще приготовить, потому что синяя курица, которая там варилась, ну, она варилась долго и нудно. Сделать нужно на десерт варенье. Ну, и так далее, и так далее. То есть все это было достаточно более трудоемким. Ну, да, в общем-то, калорий тратил значительно больше. И машин не было, и такого труда автоматизированного. Образ жизни у нас сидячий. А в таком случае давайте просто, может быть, скажем об этом. При сидячем образ жизни, по сравнению с нашим обычным, ну, привычным, тем, который был много лет назад, насколько меньше надо есть, чтобы сохранить ту же физическую форму? Ну, вы знаете, солдат вообще царской армии потреблял где-то не менее 5000 калорий в день. Ну, потому что действительно это была тяжелая физическая нагрузка. Плюс ведь еще и мы же сидим в теплых помещениях, мы же не тратим энергию на обогрев в том числе и так далее. Дальше. Сама структура пищи. Если раньше еда, которая потреблялась, она была достаточно натуральной, то сейчас мы что потребляем? Мы потребляем, скажем, мясо из сосисок, да? Ну, там мяса не так много. Все остальное – это наполнители, которые сбивают обменные процессы. Плюс там еще много жиров, соли. Ну, это не обязательно сосиски. Это вообще любая переработанная еда. Которая очень много сахара, причем сахар такой скрытый. Но так как у людей уже идет определенная реакция на вот эту еду, потому что с возрастом у многих, очень у многих появляется инсулинорезистентность, например. То есть это как раз неадекватное реагирование организма на сахар. То есть быстро повышается уровень глюкозы в крови, также потом быстро падает. Хочется есть все больше, ну, поскольку человек испытывает некий дискомфорт, недостаточность внимания, некоторых просто уже даже начинает как бы трясти, нервозность, раздражительность, что нужно срочно-срочно какое-нибудь опять энергетическое такое вливание. Какое-то опять вот эти быстрые углеводы сахар. Происходят вот эти скачки. Во-первых, они заставляют организм постоянно искать, ну, то есть мозг постоянно искать еду. Ему кажется, что он все время голоден, он действительно все время голоден, потому что вот эти скачки глюкозы. Ну, и заставляют все больше, больше, больше есть. А пища, она становится все более и более калорийной, потому что некалорийная пища, ну, как правило, сейчас она уже как будто она невкусная. Да, если даже что-то убирают калорийное, там жир, но обязательно добавляют туда очень много ароматизаторов, сахара и так далее, трансжиров, которые сбивают эти же обменные процессы. Поэтому все, сейчас идет вот такая вот разбалансировка. Сколько правильно раз в день надо есть? Желательно не менее пяти. Но это не значит, что это салат, первый, второй компот и булочка, да? То есть это полноценный завтрак, я акцентирую, полноценный. Дальше это может быть ланч, то есть второй завтрак, такой уже легкий перекус, обед, полдник, ужин. И что-то вечером перед тем, как идти ко сну, что-то может быть кисломолочное, либо там белковое. Ну, то есть есть какие-то, потому что многие, кто приходит, говорят, не ешьте на ночь, а у него ночь начинается, извините, в час ночи, да? То есть ложиться совсем спать, совершенно голодным, да это будет у такой волчьи аппетит с утра, не у человека, возможно, у организма. И он то, что вот человек съест на завтрак, организм быстренько, быстренько все это отправит в жировое депо. К вам, наверное, часто приходят пациенты, которые говорят, вот не помогает, не получается, вот похудеть никак не выходит. Что вы можете ответить? Ну, мы ищем причину, почему не выходит. Потому что причина, на самом деле, в основном, конечно, у многих однотипна, да? Но это может быть абсолютно разное. Чаще всего, что мешает людям похудеть? Что мешает? Ну, во-первых, неправильно худение. И причем вот эти самостоятельные, такие похудательные какие-то мероприятия, компании, так я их называю, которые были почерпнуты из каких-то источников, там, друзей, интернета, еще там откуда-то, где-то какая-то там голливудская звезда, которая, в общем-то, просто не имеет, понимаете, возможности вот обратиться к диетологу, ну, вот она сама там сидит и что-то выдумывает, какие-то диеты. Ну, нет, конечно же. Но, тем не менее, это все работает. И поэтому приходят и говорят, вот я что только не делала. И это всегда очень-очень настораживает. Почему? Это первый, наверное, вопрос, который я задаю. А были самостоятельные похудения? Ну, мне говорят, вот это, вот это, голодание, вот это. Чем чаще человек пытался самостоятельно решить эту проблему, тем больше, так скажем, наполн организм. Да? Потому что вот с ним уже работать будет сложнее. Поскольку как только мы начинаем переходить на другой тип питания, либо организм воспринимает уже как стресс, то есть он снижает обменные процессы, и он начинает как вот голодная собака, то есть уже все закапывать. И если раньше он все это с радостью отдавал на жизнедеятельность, на энергию, то здесь он говорит, а, все, опять. Сейчас будет война, да, опять борьба. На всякий случай-ка я под запасу. И бедная там грызет морковку, там закусывает капустным листом, а это все, все, даже хоть из этого все равно откладывается. Хоть чуть-чуть отложить про запас. Даже если будет совсем скудное питание. Но чуть-чуть все равно про запас отложим. Безнадежная картина какая-то. Вот здесь, сюда сложнее. И, естественно, еще когда это уже входит в определенную психологическую зависимость. То есть зависимость от сладкой, жирной пищи, особенно если кормили вот ребенка, ведь сейчас очень часто можно наблюдать, что дети, пока родители чем-то заняты, вот сидит он в коляске и жует там вот эту какую-нибудь там печенюшку еще с названием детское. Когда смотришь на это детское и диву даешься. Можно ли, в принципе, человеку, взрослому, похудеть быстро? Быстро можно. Если, ну, опять же говорю, такой ненапуганный организм, тогда похудеть можно быстро. Да даже напуганного, вы знаете, в концлагерях толстых не было. Другой вопрос, последствия. Последствия. Для чего вот это похудение? Ну, если, я не знаю, там, контакт в Голливуде, и потом уже трава не расти, ну, все, то есть ты потом обеспечен, ну, наверное, вот такой ценой. А для пляжного сезона, ну, очень цена высокая. Организм аукнется потом. Он возвращается потом без... Как правило, он возвращается. В 90 с лишним процентов случаев он вернется. Мало того, что он вернется еще и с друзьями, вот, так скажем, еще с собой приведет. То есть вес будет выше. И главное, что если до этого, как бы, фигура могла иметь вполне гармоничную форму, а дальше уже жирок может ложиться, ну, вот, не совсем такими эластичными пластами, так скажем. Вот, поэтому лучше вот таких вот рывков не делать самостоятельно. А не рывков? Сколько считается вот потеря веса? Какая за какой-то промежуток времени такая оправданная? Ну, лучше, чем вообще, чем медленнее, тем лучше. То есть, если это, конечно, не грозит, ну, какими-то тяжелыми последствиями, потому что если уже человек лежит, и вот все, у него сейчас остановится сердце, то есть ему уже совсем плохо, то есть, да, быстро, да? Или грозит какая-то операция тяжелая, то есть нужно быстро перед операцией ему похудеть. Это одна история. А другая история, когда вот постепенно, тогда полкило в неделю, ну, вот, замечательно, пару килограммов в месяц, ну, это вот усредненный, у кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее. У полных людей вес идет очень быстро. То есть, когда там уже ожирение очень хорошее, и сначала, ну, во-первых, сначала уходит то, что у нас там лежит мертвым грузом в кишечнике, вода уходит, это не обязательно, это жировая ткань. Жировая ткань, она начинает уходить потом. Но все равно сначала жир идет вот у полных людей, то есть сжигание хорошо. А потом наступает вот плата. Говорит, я уже вот, ну, это надо понимать, что дальше будет другой этап. У тех, кто хочет похудеть на несколько килограмм, вот, кстати, очень часто, в каких-то особенно проблемных местах, очень часто обращаются дамы вот перед пляжным сезоном и говорят, вот у меня, допустим, в области бедер там, или вот жир. Но тут, вот мне надо похудеть именно на 2 килограмма, скажем, только вот в области бедер. Вот здесь уже все значительно сложнее. Что бы вы могли посоветовать человеку, который скажет, ну, у меня нет времени ходить в спортивный зал, я не могу принципиально изменить свой образ жизни, но мне бы хотелось похудеть все равно. Что тогда надо сделать? Ну, не знаю, найти щупу, волшебную палочку, что там еще. Ну, не знаю, может быть, какие-то физические нагрузки, скажем, прогулки, скажем, влияют на... Нет, конечно, можно, конечно, можно, даже не ходя в спортзал, скажем, да, и, во-первых, изменить питание, ну, хотя бы, потому что очень часто бывает, что люди питаются, он говорит, я мало ем, я практически не ем, но оказывается, что он действительно целый день не ест, но ест один раз в сутки, так скажем, вечером, вот он наедается, что называется, и доползает до дивана, и вот в таком виде. Вот здесь как раз он быстрее поправляется, чем если бы он даже это же количество еды, даже больше мог растянуть, вот на, как я уже говорила, на вот это частое дробное питание. Это первое. Второе. Естественно, сама активность жизненная. Иногда бывает, что можно даже передвигаться по офису, по, ну, кто пользуется общественным транспортом, стоять, особенно в морозе, это очень полезно, то есть стоять и напрягать статично все мышцы так, вот как стоят балетные, знаете, им все время говорят, вот они только встали у станка, можно так стоять, чтобы тек пот. То есть это действительно напрягается все тело, ну, и потом оно расслабляется. Такие можно делать упражнения. То же самое отдельное, как втягивать, скажем, диафрагму, метро. Тем более под одеждой никто не видно, что вы там делаете. То есть при желании, при желании, или сделать себе, например, какой-то ритуал. Вот вы идете, ну, в ванную один, там, два раза в день, а, скажем, если есть возможность, там, ну, извините, в туалет, да, и есть какая-то площадка, там, кресло или что-то. Вот сели и покачали чуть-чуть пресс. Это потом вот просто как ритуал, а, уже, значит, как у собаки Павлова сразу рефлекс. Покачали, и вот эти маленькие, или еще что-то сделали, там, приседания, или так, вот эти маленькие какие-то вот упражнения, но они накапливаются в течение дня. Но главное, что их нужно делать до упора. Или пробежали какое-то время, не пробежали, а быстрым-быстрым шагом, а потом перешли на плавный. Но с усилением, вот когда вы уже все вот не можете, а потом опять расслабили. Большое спасибо. С врачом-диетологом Еленой Сломатиной мы поговорили о тех простых приемах, которые могут в нашей каждодневной жизни помочь похудеть.